Видео бьющего из-под земли фонтана Покати-Перекрещенка набирает просмотры в соцсетях со вчерашнего дня. Высота строя достигала 5 метров, а то и больше. Первой версией очевидцев был порыв водовода. Сегодня утром ситуацию прояснили. Как объясняет пресс-служба администрации Абакана, те, кто заливал каток 12-й школы, просто выкрутили пожарный гидрант на недопустимую мощность. В итоге груша лопнула, и вода под большим давлением просто выстрелила в воздух. В итоге залито было все, и тротуар, и ближайшая проезжая часть. Напор двинул струю в сторону дороги и в сторону школы. Специалисты перекрыли водовод с трех сторон, гидрант установили на место. Воду с территории откачивали до трех ночи, и понятно, что все вычерпать не удалось. С утра водителям пришлось ехать только по одной полосе дороги, месиво и на парковке. Прохожим пришлось буквально кататься по тротуару. Детям в школе даже объясняли, как пересечь такое препятствие. Мне сторож сегодня сказал о том, что вот это произошло, ночью сегодня сговорил. Я поэтому знаю об этом. Да, мы знали, знали утром, детей собирали, что вот это вот не застыло, и такая вот проблема. Те, кто даже на Олимпиаду появились, мы объясняли ситуацию, потому что и как проходить, и все. Я даже знаю, что мы там сидели, обсуждали, что как вот здесь сегодня в этой ситуации быть. Наша съемочная группа вновь приехала сюда ближе к вечеру. Визуально ситуация изменилась. Судя по всему, чтобы очистить территорию после вечернего ЧП, потребуется немало времени и, возможно, не один день. С утра сегодня поработал грейдер, и как мы видим, теперь на обочинах проезжей части скопилось очень много снега. Вместе с водой где-то есть ледяные наросты. А на тротуаре, по мнению прохожих, одной подсыпкой все же не обойтись. Скользко, все равно ходить скользко. Надо убирать этот лед как-то и засыпать хорошим песком. На территории 12-й школы дела не лучше. Ближайшие к учреждению дорожки залиты водой. И теперь стали местом для опасных детских забав. Екатерина Ярушина, Руслан Шалгынов, РТС.